Что такое приворот? Первым делом надо отличать приворот от привязки. Привязка – это меньшее зло, хотя чаще всего мужчины-колдуны делают и то, и другое в комплексе, что бы наверняка, но это абсолютно разные вещи. Приворот, в отличие от естественной или манипулятивной привязки, это магическое воздействие, и снимать его надо также магическим способом. Само это не пройдет. Как распознать тех, кто занимается приворотами? Находясь рядом с такими людьми, можно почувствовать мгновенные кратковременные приступы тошноты. Это не всегда физическое ощущение, но вполне отчетливый приступ отвращения, который быстро проходит. В целом, этот человек может вызывать приятные ощущения, быть живым, ярким, с сильной энергетикой, но внезапно может подступить ком в горло и появиться дикое отвращение. Эти кратковременные приступы отвращения явны симптом, что этот человек занимается черной магией и конкретно приворотами. Конечно, не все люди такие чувствительные, и даже испытав такие приступы тошноты или отвращения, их можно не заметить, пропустить мимо ушей, как говорится, точнее мимо своего обаяния. Но иногда можно почувствовать длительную вонь, хотя видно, что человек физически чистый, у него чистая одежда, свежевымытые волосы, он благоухает дорогими духами, и вдруг откуда-то просачивается реальная или метафизическая вонь. Это первый звоночек, что рядом колдовка, но еще не доказательство. Есть более отчетливые признаки любовных чернушников. Они не умеют любить. Энергия любви от них не течет. Они могут говорить слова любви, совершать поступки, говорящие о любви, порой безумные, но энергии любви у них нет. Попробуйте прижаться сердцем к сердцу такого человека и тут же посмотрите в глаза. Сразу поймете, о чем я говорю. Любви там нет, только пустота, холод и безумие. Но не путайте любовь с сексуальным лечением. Черные маги могут быть горячими любовниками, искушенными в плане секса. И с сексуальной энергией у них может быть все в порядке. Но посмотрите им в глаза во время секса. Вы можете заметить странный взгляд хищника. Любви, как душевного тепла, идущего от сердца к сердцу, там точно нет. Признаки приворота у жертвы любовной магии. У чужого человека трудно это отследить. Но если приворот сделали вашему близкому человеку, вы сразу это почувствуете. Он становится сам не свой. Ваши слова, действия, поступки словно натыкаются на ледяную стену непонимания. Разговаривать о чем-то серьезном, с привороженным, это все равно, что против ветра. Он вас не слышит. Если продолжать настаивать и пытаться достучаться до его сердца, последует приступ агрессии. Вы можете биться об него, как рыба об лед, месяцами и годами, но ничего не добьетесь, пока магия приворота будет действовать. И он точно перестанет с вами спать и заниматься сексом. При том, что он с вами, он весь такой железобетонный, вы начинаете отчетливо видеть его слабость. Вы начинаете видеть в нем раба, униженного, подавленного, сломленного человека. Так работают подчины. Прежде чем привязать его к хозяину или хозяйке, ему ломают волю. Все его волевые качества проявляются только в общении с близкими людьми. Он холодно и стабильно отвергает тех, кого раньше любил. А во всем остальном он станет необыкновенно слабым и безвольным. Тяга к спиртному, алкоголизм, наркомания и другие зависимости. Если раньше их не было, тоже свидетельствуют о недавно сделанном привороте. Как ни странно, но могут быть и бесконтрольные половые связи. Несмотря на магическую программу, которая предписывает ему совокупляться только с хозяйкой, он может бессознательно нарушать это правило, пытаясь вырваться из любовной сети. Если к жене, детям и всем близким он будет вести себя просто холодно и неприязненно, то к другим людям, многочисленным половым партнерам, начальству, знакомым, он может проявлять разные чувства, но они всегда нестабильны и противоречивы. Конфликты, раздоры, неприятные ситуации. Он будет вести себя, как цепной пес, который сорвался с цепи. Мутный, замыленный взгляд, нетвердая походка, сгорбленные плечи – это внешние признаки. Частое повторение одних и тех же фраз в ответ на ваше обращение – механистичность реакции. Кажется, что ему вообще ничего не надо и неинтересно. Он не хочет никуда ходить, ни еда, ни кино, ни рыбалка. Ничто не доставляет ему больше удовольствия, как раньше. Он полностью утрачивает интерес к дому, даже если сам его покупал, и к тому, что ему нравилось и увлекало – хобби, развлечения. Человек живет, как полумертвый, но при этом не факт, что привороженный обязательно побежит к той, что его приворожило. Современных людей очень трудно принудить к сожительству через приворот. Даже если очень тянет, большинство мужчин, как и женщин, не вступят в брак и не станут жить с ведьмами или заказчиками приворота. Тут много причин. Во-первых, современные люди очень внимательно и осторожно относятся к выбору партнера, выбирают умом и не верят ни в какую любовь. Чувствам вообще очень мало придают значения в нашем рационально корыстном мире. Если нет вторичной выгоды в виде денег, лучшей жилплощади или еще каких-нибудь плюшек-заманушек, человек вряд ли будет разрушать надежную семью и налаженный быт ради непонятной внезапной любви. Но это не значит, что приворот не подействовал. Жертва приворота начнет умирать при жизни, выбирая второй вариант магической программы, чтобы ни жил, ни был, ни ел, ни пил, как рыба без воды, как младенец без материного молока. Он будет медленно умирать при жизни. Если приворожили вас, то вам трудно отследить все вышеперечисленные признаки. Обычно у самих себя отследить приворот мы не в состоянии. Женщины вообще реагируют на привороты немного не так, как мужчины. Истосковавшись по любви, по сильным чувствам, мы не мертвеем, а оживаем даже от такой подлой приворотной любви. Нам кажется, что это что-то действительно стоящее и настоящее, потому что раньше с обычным мужем мы ничего такого не испытывали, чтобы сердце болело и душа рвалась на куски от тоски. Мы видим в этом что-то романтичное, по типу Анны Карениной. Единственный тяжелый момент – это сама тоска, которая кажется смертной. И где-то рядом всегда витает смерть. Сладкие мечты сменяются жуткой депрессией, муками и метаниями. И даже при самой сильной тяге к возлюбленному жить с ним нам почему-то не хочется. Он вам не нравится, а порой просто вызывает неприязнь. Его жизнь, качество характера, а иногда даже внешность, голос, манера говорить и то, о чем он говорит, вас отталкивают. И ваша любовь постоянно натыкается на эти внутренние противоречия. Вас и тянет, и отталкивает одинаково сильно. Это потому, что инстинкт самосохранения у женщин развит сильнее. И плюс дети. Все это не дает броситься в омут с головой. Разве что немного, чуть-чуть, пару-тройку раз. Колдуны знают об этом и полностью теряют человеческий облик. Чтобы выполнить волю заказчика или самостоятельно добиться устойчивого результата, завладить любимым без помех, начинают защищать всю поляну. Женам и мужьям делают на остуду, сердце или на смерть. Детей и родители отсекают и наводят чудовищные порчи, чтобы те вели себя агрессивно и неадекватно, и сами порвали все связи с жертвой приворота. И вот когда любимый останется полностью один-одинешенек, загаженный темными мертвяковыми энергиями и никому не нужны, вот в этот момент хозяева и прибирают его к рукам. Почистив немного поверхностно от грязной энергетики, начинают с ним новую жизнь. Он чувствует, что с этим человеком ему как будто стало лучше и ведется. И тут уже простор для фантазийных приворотов открывается очень широкий. Ведь человек всегда под рукой вместе со своими биологическими жидкостями и материалами, сперми, волосами, ногтями, кровью и желудком. Самое страшное в приворотах – это вред здоровью. Если сделано не один и не два раза на протяжении долгого времени через личный контакт, опои и окомы, то обязательно пострадает вторая – сексуальная и третья волевая чакра. К ним делают привязки, а иногда подсаживают мертвяков и некротических сущностей с кладбища. И тогда обеспечены женские болезни – миомы, эндометриоз, полипы, молочницы, инфекции, неизвестно откуда взявшиеся, а порой и рак матки. У мужчин это ранняя импотенция и хронический простатит. Если разрушена волевая чакра, то будет панкреатит, язва желудка, проблемы с печенью и вообще плохое пищеварение с заборами и метеоризмом. Иногда захватывают сердечную и корневую чакру. Тогда это полный капец. Не сразу, но постепенно разоверутся аритмия, одышка, болезни сердца и полный упадок сил. Но не бойтесь, все это быстро проходит, как только снимешь приворот. Если, конечно, не зашлось слишком далеко. Вы скажете, это неправда. Зачем так портить человека, как потом с ним жить? Но поверьте, так далеко мысли колдушек не заходят. Они хотят здесь и сейчас, все и сразу, а потом трава не расти. И второй этап может быть отъем собственности, недвижимости, бизнеса, денег. Все это делается также при помощи магии. Полностью ломаем волю человека к сопротивлению. А в свое оправдание они говорят, что обычные женщины делают то же самое, разве что подольше во времени. Что можно сделать самостоятельно, чтобы снять приворот? Первым делом надо понять, что обычные чистки, баня, солевые ванны, йога и медитации, походы в церковь, тут точно не помогут. Привороты так не снимаются. Единственное, что может помочь, это отжиг свечами и восковые отливки с течением молитв. Это реально может помочь, хотя бы частично. Приворотная магия снимется. Но это только если у вас есть хоть немного собственной магической энергии. И нужно проговаривать, что вы снимаете именно приворот. Может помочь руническая магия, если у вас есть связь с рунами, и вы хоть раз пробовали с ними работать, и у вас получилось. Можно попробовать делать рунические ставы. Это хоть ненадолго, но приведет к чувству привороженного. Как только он станет адекватным, нужно ему говорить в глаза, что с ним происходит. Даже рискуя нарваться на приступ агрессии, нужно открывать ему глаза. Иначе все чистки бесполезны. Почищенный и бодрый, он снова побежит по старым адресам. Если ничего не поможет, то обязательно обращайтесь к специалистам. Обязательно.